Я хочу просто рассказать немножко о польских источниках, о польских воспоминаниях, о премоарах, о 1913 году, которые очень плохо знакомы, потому что там несколько только были переведены на русский, на французский. А в войне, названной Наполеоном, второй польской войной, приняло участие около 110 тысяч польских санкартов. Из них 83 тысячи перешли в Немат в летом 1912 года. Один из семи самоплодерейской армии говорил по-польски, но нельзя сказать, что мы имеем много источников для этой войны, решающих о существовании польских государственностей. Военные армии, эпохи Гольцовского-Варшавского, пропали и сожжены немцами во время Варшавского властания в 1944 году. Нам остались остатки и сохранения в Париже, Брездене, Москве и рукописных отделов в трех и четырех польских библиотеках. Не забывая переписки князя Гольцовского с Францией, изданной Анамск-Колковским во втором мировой войне, и документов, цитированных Марьяном Кукелем в монументальной истории войны 1912 года. Кроме документов, существует свыше 40 польских мемуаров и дневников и воспоминаний, касающихся непосредственно военной войны с Россией. Они, естественно, представляют разную ценность, так как разные великавторы от генералов и офицеров штаба Наполеона до простых солдат, ели грамотных, рассказы которых записывали их дети. Не было сделано только из алистических исследований, как в работе о русской мемуаристике 1912 года Тартаковского, но с уверенностью можно сказать, что большинство мемуаров возникло только 30-40 лет после Наполеонских войн. Трудно точно определить, сколько было написано на основе дневников, а сколько на основе памяти. Часть мемуаристов попиралась на изданные уже французские книги, некоторые параметизировались тера, например, первые издания тера, первые томатеры, это 40-е годы 19 века, через 20 лет их издавали. И эти французские книги и эти мемуары сплетали общеизвестные факты с личными переживаниями. Интересно, что хотя немалая группа авторов военных принимала участие в войне с Россией 1830-1831 года и пережила глубоко поражение восстания польского, мало текста насыщенных минами северей и презрений к врагу. Время, которое прошло, и возраст авторов утешили эмоции. Воспоминания Гавронского, Дембинского, Рыбинского, Релегера, Смажерского, Яшовского и Калачковского подробные и достоверные, но написанные поздно. Поближе духа времени 1812 года, что Лида только что говорила, что есть такие, которые были ближе духа времени, и которые были поздно уже написаны, поближе духа времени 1812 года, являются военные дневники. Дивановского, Щадницкого, Кассетского, Желтовского. Пронт-кодервер тоже объявлялся на дневнике. Но чаще всего они сосредоточены на чисто военных аспектах происшествий. Самым интересным зеркалом военной жизни являются письма, даже учитывая автоцензуру. Близких авторы не пугали всей грозой войны и знают, что их обсуждения будут попасть в так называемый черный кабинет, который читал письма военные. И задерживал тоже. Но этих письм у нас очень мало. Те, которые были получены, пропали в пожарах драматической польской истории, остальные попали в руки казаков, которые передали их в штаб и просто выбросили. Неоцененный Роберт Белецкий издал переписку генерала Антонова Суховского с женой и несколько писем на должность у Бажевского и Петра Стрижевского. Пока остались неопубликованными более 20 писем артиллериста Юзема Савинского, раненого шевардинского редута и попавшего в плене во время отступления вирусной армии. Допавим, что из польских источников лишь несколько полностью и во фрагментах были опубликованы по-французски и по-русски. Они довольно неизвестны историкам, очень редко использованы историкам. другие, чем поляне. И у меня мало времени, я хочу просто вам показать несколько оценок, касающих русской армии. Когда мы будем печатать текст, я, конечно, сделаю разный взгляд, потому что насилисты, конечно, тоже воспоминания пленных. Мы считаем, что пленных поляков попало в плен около, может быть, 16-15 тысяч. И в апреле 2014 года их еще осталось вживых 11,5 тысяч. Они были созданы в Сибирь, на Казахстанскую Риму. Некоторые стали, кстати, казаками. В сибирские казачьи войска попали, а остальные пошли на Кавказскую Риму. Это единственный пример, кстати, что по национальности, развергались в пленях. Просто в пункт декрет они заведели на российских солдат, которые пошли сражаться с Наполеоном, а поляки пошли служить в русскую армию. Хотели, не хотели, были просто принуждены служить в армии в это время. Преяли. 30-20 тысяч поляков, составляющих 5-й корпус Великой Армии, князя Понятонского пошли на войну с Талами и Стащинами из-за крупных фактификационных работ Модлина, Замостей и Торами. Абидзеры питались передать рядовыми их собственные приподнятое настроения, даже это была война за возвращение зависимости. Товарищи по оружию, говорил Понятонский, слушающий его дивизии, в начале этой войны, мы идем воевать под знаменами императора. Помните, приступая к границе к Иерусалскому, что вы вступаете не на чужую, не на чужую, а на свою землю, вольскую. Несите оружие вместе неприятелем, оружие покровительства всегда. Мы идем не захватывать, но освобождать. Водушевление, убеждение о легкой победе, а также легкомысленное при движении к битой, столько раз наполеоном русской армии, испарились очень быстро, а поражения подмира Миромаровым сильно повлияли на мораль войск. Командир кавалерской бригады, князь Анатолий Сулковский, поделився с женой своими плохими предчувствиями, цитирую, инерал Анатол Мугур, не является великим вождем, всегда в его бригадах чувствуется какое-то колебание, не умеет вести войну с казаками, да сохранит нас Бог. А вицерском учебе Старый Гвард князь Анатолий Сулковский с уважением, как его товарищи наблюдал отход русских и не оставляющих мародеров. Цитирую, пойманный унтер-авицер Кокуса Доктурова Доктурова подтвердил без боязни и вороваты, что их план втянет нас как можно глубже в их страну, чтобы потом оставленных окружить отопсилами и не пустить уже обратно. Не соответствовал нам поэтому этот же дух царевшей русской армии, как это объяснял в амутер-авицер Коктурова, но чаще, но наше зазнайство и безграничная вера в тени Наполеона пренебрегали этими зловещими предостарежьями. Клебец-Колашковский, капитан-инженер 5-го корпуса, противопоставляет отсутствие дисциплины и морально-условности в регионе и позиции русских. Эта армия, часто несправедливо осуждаемая в дисциплине выносливости и умений переносить военные невзгоды, превосходила даже французскую, а наша оставляла реку позиции. Что касается интеллигентности, русских солдат, они ничего не знают, так как он простая и исполнительная машина. Но зато религиозный фанатизм и национальная гордость это два стимула, и тем превышает всех, что в счастье и несчастье всегда одинаков, и не легко его деморализовать. Конечно, есть описание всех боев, я бы хотел просто, чтобы пока что времени мало, я хочу перейти к настоящим героям русских мемуарий. Здесь просто меня еще здесь звоночек попрошу. Это казаки, потому что казаки – это настоящие герои не только воспоминаний, всех солдат. Но с польской точки зрения, они, я думаю, интересны, потому что поляки, так как вы знали уже долго, а еще будут знать вплоть до 20 века. Истинным героем мемуарных польских солдат во время 12-го года являются... С чего будете, пожалуйста, сказать? Вот за то, да. Истинными героями мемуарных польских солдат во время 12-го года являются казаки, которые постоянно и везде появляются на их странице. Франтишик Граевский пишет, казаки во всей этой кампании сыграли главную роль. Русская армия отступала в форте Москвы и кроме нескольких сложений никогда не сражалась с нами. Но казаки беспокоили нас в днем и ночью. Наши соблаты с удовольствием поберялись с ними силами, но плохое состояние нашей лошади препятствовало этому, и поэтому военные игры были строго запрещены. Шеф из которого французский швальджер, Костерик Лаковский, считал, что казачьи пики слишком длинны, и казаки подают им хуже, чем поляки лянцев, но одновременно предостерегал, что очень, цитировал, в нашем пути жирный, смелый и неосторожный, нельзя пускать в развернутую цепь против казаков. Александр Фредеров, будущий польский салтыковщий дыр, а тогда подпоручий 5-го конно-егорского полка, дал следующую характеристию казахской тактики. Самым нетерпимым для француза является казак. Французский говорит казаку, дай мне свои мои щи, ибо без щи не могу обойтись, а потом буду снова с тобой биться, до тех пор, пока захочешь. Казак отвечает, драться не люблю и не буду, но не дам тебе ни есть, ни спать, пока уставшего не поймаю без всякой опасности. Француз легкомысленный, извините, француз легкомысленный, казак предусмотрительный. Француз не заботится о жизни, если ее нужно охранять постоянным гдением и постоянным постом. Казак не будет питаться даже 3 дня. Был бы лишь кусок хлеба, казак не заботится о горячей пище, стерпит все, лишь бы избежать опасности. Француз бросает свой отряд, идет не зная куда и каким путем возвращаться. У казака необъяснимый талант ориентации никогда не пойдет туда, откуда не завернутся. Убегающий трудно догнать, ибо заранее подсчитал, на какое расстояние можно приблизиться. Не приблизиться, не перережешь ему пути, не поконишь болото, ибо даже впервые, оказавшись в какой-нибудь стране, он собачьим мюхом угадывает тропинки и переходы, которые не следуют идти. Спящего его никто не застанет в расход, виденный как журавр, нет в нему богородной отваги, нет стыда трусости. Не ударить на неприятеля, как только втроем на одного. Нас пол не будет наступать ни за что в мире. Вместе с первым выстрелом исчезает камкан фара. Казаки неутомнили, налегкие, стойкие, малотребовательные в мошеках, переносятся с огромной быстротой с места на место, чтобы собраться и внезапно ударить на врага, всегда в превосходящем количестве. Кажется, вспоминает другой родитель Гаевский, что крик принадлежит к военному искусству казаков. Нет движения, при котором они бы не кричали. Добавляет, однако, и видно, что, попав в западную, казаки удирали молча. Другое мнение высказывает солдат Анжида Леги. Визжа все нападали и визжа удирали. В разгаре аргентского боя командующий 15-м пехотным полком Матий Любинский не выполнил приказ генерала Легко-брате, но и сформировать камеры против атакующих казаков, крича «Слишком честь для этого сброна!». Но мемуаристы спореки упочеркивают боевые ценности казаков. Йозап Яшовский, поручик, адекватно-бригады Артелия Гельцовского и Герусу Вашавского, вспоминал, «Случалось, что казаки подкрадывались между нашими отрадами в тихомолку, как воры, не в обиду, так сказать, желая, что другу урывать. Но это простительно, в этом состоит военное искусство. Кремец Калашковский так комментариев «Бой под Медилин 25-го года октября». «Все здравомыслящие офицеры были согласны в том, что никогда не видели казаков так смело, так слепо и так отважно атакующих. Если бы не придавая в помощь два батальона 15-го полка, ни один из наших комницы не ушел бы живым из этой битвы». Кстати говоря, сейчас кольский пленник ушла вечером, купила вечером вонгой своих казахских победителей и вернулась к своим. Пятки поляков с казахами мы встретили, мы встретим, кстати, еще в 13-м году. В октябре 19-го года партийский шпорежерк поручий Хадан Турна выйдет наказан арестом за совместную пирушку офицерской патрули польской с казаками, которые, он пишет в дневнике, прятались в своих битвах позади и нас угощали водкой. Почти все польские ветераны предупреждены, что казакам намного неохотнее, так что казаки намного неохотнее уже через 3 минуты неохотнее боролись с ляхами, чем с голландцами, немцами и самым французом. Между узнающими русский язык польскими солдатами подходящими близко к казачьим патрулями нашли с отговоры, а случалось, что казаки предострекали разговаривающих об ожидающих их засадах. В связи с тем, что само слово «козак» вызывало напряжение во французском рядах, поляки пытались употреблять другие слова, например, «казунь» или просто «гость», чтобы не было паники в французе. В отличие от грязи Запада, я соприкасающийся с ними на протяжении нескольких столетий поляков, казаки не были в обществе на имах дикаря. Взятый принт командир 14-го полка Кирасхиров, Станислав Малаховский писал, «Эти люди, дикие, на первой взгляд, при воле терпимы, чем многие из тех, которые меняют себя людьми с накудренными умами». А Фредер дополняет эту характеристику. Не знаю, почему казаков представляют, как олицетворение грабежа. Это глубоко ошибочно, по-моему. Казак берет только что, что ему может пригодиться. Французы еще более уничтожают и разрушают, чем берут, или взять могут, не хотят. В домах разбивают, что только могут, а в винах поджигают огонь. Взял на хлеба, туда перешают в середину, больше вытопчут, чем нагромет лошадей. Не помня, что и собственная армия там будет искать кураж. Крусак оскорбляет людей и сможет это сделать безнаказанно, безнаказанно им владеть месть. Я выбрала русских. И тогда, и то когда, имели много поводов для мести. Москва сожжена. Часть страны превращена в пустыню. Но кроме первого момента не могу жаловаться на плохое или унизительное обхождение. Славяне не умеют издеваться. За неприятность рассчитывают только того, у кого в руках оружие. Казаки, особенно постарше, обокрав сначала это понятно, вы ударили в раз плечи, относились потом к пленям с таким уважением, которого это несчастье требует, но которого немцы не понимают совсем. Казак вы ударите два раза плечи, если добыча его, если добыча не отвечает ему надежды. Что из тебя, что из тебя офицера, если у тебя нет часов? Ну, бери без жалости, если при взятном куплении нашей какую-нибудь церковную тварь. Назовный принцип, что казак берет только то, что ему может пригодиться, применялся по видимому широко, поскольку довольно много отличий, подтверждает слово Юзупа Графовского, офицера штаба, берге. Казаки, которые следовали за армией, присматривая за живыми и умершими, ищут ценности и выглядели не менее, чем отступающие французы, диковинно. Нагруженных добычей их еле-еле нести ложки. Случалось, что казак был в Банбурге одет богатый вышитый мундир французского генерала и в компаниях имел свыше десятка колец, часов и мешок золота под седу. Когда польские войси, польский корпус идет на эту войну, еще это последний, это последний, это последний, последний. Командир корпуса князь Менедонский говорит своим солдатам идите на эту войну без перенебрежения и без страха. Я хочу сказать, что я его читал 40 воспоминаний мемуаря и они написаны без перенебрежения и без страха. Я надеюсь, что мы сможем ну так вот, мы сможем опубликовать немножко побольше, так что они были более известны русским инведиатом этой эпохи спасибо большое за внимание. Спасибо. И до предыдущих. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ